Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе, добрейшее, веселейшее утро из Киева, из города Киев И мы продолжаем изучать Тору Сарамак Смотрит нас Все, значит, если Сарамак нас смотрит Я надену рубашечку, чтобы быть более представительным Потому что, когда мы изучаем Тору Надо быть представительным Все, всем шалом! Ольга Коваль, шалом из Москвы Света Дмитриенко из Белоцеркви Аида Шалюмов Хорошо Все, значит, я думаю, что Раиса Васильевна, если меня смотрит Ей обязательно привет, это моя теща И сегодня мы продолжаем проводить уроки Чтобы было для поднятия души Инна, дочка Леонида Чтобы с Божьей помощью ей там было хорошо И Это важно То есть это важно, когда душа поднимается И Интересно, в Талмуде написано Сейчас, вот пока все собираются Я расскажу несколько таких слов интересных Значит, в Талмуде написано, что есть 991 По-моему, 991 вид смерти То есть есть Разные виды смерти И человек, так как смерть это безусловное Безусловное условие жизни То есть все умрут Все, 7,5 миллиардов человек, которые сейчас живут на земле В среднем за 70 лет все умрут И человек должен всю жизнь молиться о легкой смерти Чтобы смерть, переход между жизнью и смертью был легким И написано, есть 991 вид смерти Есть вид смерти легкий Когда душа выходит из тела, как волос из молока Так написано Как волос из молока, он же легко выходит Ничего не мешает ему Также душа выходит прям оп и все А есть вид смерти, тяжелый написано Как репейник выходит из шерсти Или как канат проходит в узкую дырку Раньше корабли были уже деревянные И там очень тяжело их было строить И прямо в эту дырку Канат был очень толстый Дырка маленькая И прямо туда, чтобы его протащить Это было очень тяжело И значит, нужно молиться, чтобы была легкая смерть Чтобы вот этот переход был легким Закрыл глаза и вышел, ушел А дальше, дальше, когда душа уходит туда То есть она приходит в тот мир Если человек всю жизнь к этому моменту готовился Как я знаю, вот есть праведники Они не боятся умирать Я читал, был такой Рав Шах недавно Так он говорит, я готов хоть час уйти Меня здесь, говорит, ничего не держит Я, говорит, готов вот прямо сейчас выйти из этого тела И уйти А есть люди, которые у них все интересы Они при жизни ничего не делали Ну, получается, легкая смерть это хорошо То есть для самого человека Который уходит Для него это быстро и хорошо То есть заснул, оп, и перешел туда То есть это нет у него никакого Никакого нет у него страдания То есть оп, и вышел из тела И туда пришел Главное, чтобы ему было с чем прийти То есть вот это вот важная вещь Что когда человек живет И он при жизни делает для своей души вещи какие-то То он, класс, я заповеди выполнял Значит, детей то реобучал Все как бы, все отлично Он туда уходит А бывает, что человек ничего не успел для себя сделать Для своей души И его дети тогда, они ему помогают Вот сейчас это как раз для подятия души И на дочь Леонида Вот ей сейчас как раз ее сын Как раз он помогает маме Он ходит в синагогу Говорит Кадиш Кадиш это специальная часть молитвы Восхваление Всевышнего И когда есть год, когда умирает Кто-то из близких родственников Его дети, они в синагоге Или ведут молитву, если они умеют вести молитву Или они, там есть определенная часть молитвы Называется Кадиш Скорбящих Кадиш Ятома называется, да И они говорят там Идгадаль Искадаш Мерабо Да, они говорят, чтобы возвеличилось И превознеслось имя Бога, да И тюш Значит, все говорят Амэнь То есть, и он, когда ведет эту часть молитвы То он, как бы, всю вот эту духовную силу Отдает душе своих близких И это им очень там Ну, важно, это им помогает Вот Хорошо, это у нас было такое небольшое вступление Теперь дальше Мы изучаем книгу Мы изучаем книгу, которая называется 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 она Хафетсхаем, да Жаждущей жизни И основано это на том На законах злоязычия и сплетен Значит, нельзя говорить злоязычия и сплетни Сегодня мы давайте обсудим вот такой момент Вот, например, хочет кто-то Сказать про другого человека Что он не соблюдает заповеди Третьему И он говорит Вот, хочу сказать тебе про Там Реувена Что Реувен Он Не молится И он, значит Фили не одевает Шаббат не соблюдает И кушает не кошерное Тот говорит Да Говорит Не ожидал я про него такого Нельзя так сказать То есть тот, кто сказал Про Реувена Вот эти все плохие вещи Что он не соблюдает заповеди И нарушает волю Бога Так он тем самым Как раз и нарушил волю Бога То есть он не должен был этого говорить Так нам говорит Хафетсхаем Теперь Но Но Есть тут одно очень важное но Смотрите, какое но Если он говорит Это Для чего он говорит Какое его намерение Если его намерение Унизить этого Реувена Или сказать Что смотрите Я лучше, чем он Он хуже, чем я И его намерение Это Сделать негатив Для Реувена Тогда этого делать категорически нельзя Но Если, например Он хочет предупредить кого-то Чтобы у него дома не кушали И он говорит Вы знаете Ну лично он кому-то говорит Публично Сто процентов этого сделать нельзя Но он говорит Наедине Вы знаете Вот я лично Точно Знаю Что он Дома кушает Некошерное И когда вы к нему придете Вы Значит Ну будьте осторожны Потому что Может быть посуда Некошерная Может быть еда Некошерная И все такое Если он говорит Для того Чтобы предупредить И спасти Тогда это перестает быть запретом А он Наоборот Его намерение было Помочь Если же он это делает Без намерения Помочь Кому-то Предостеречь То есть тот человек Домой к нему не ходит Кушать у него не собирается Или сам даже кушает Некошерное Ему все равно То во всех этих случаях Он нарушает Теперь Давайте в обычной жизни В обычной жизни Часто бывает Что Вот в разговоре Да Заходит разговор Про кого-то Заходит разговор Про кого-то Например Спросите меня Про Какого-нибудь раввина Да Вот меня спроси Про какого-то раввина Что вы про него думаете Я Если я скажу Что-то Не дай бог Если я скажу Что-то Про него Неуважительное Не Как бы Такое Принизительное И так далее То это Это страшная вещь Почему Потому что Кто-то из-за этого Может не соблюдать заповеди Или даже нарушать Вот сейчас есть Например Ситуация такая Есть сейчас ситуация Пишут про одного Он не раввин Он руководитель Организации Одной еврейской Религиозной Про него сейчас Есть обвинение Что он Там Вступал с тем-то В отношения Знаете Как вот этот был Вайнштейн Харви Вайнштейн Да В Америке Продюсер То есть Он пользуясь Своим положением Вступал в сексуальные отношения С теми людьми Которые Хотели от него Что-то получить Значит По закону Харви Вайнштейна Посадили в тюрьму Потому что Потому что Это Суд посчитал Что это преступление И Значит Те люди Которые с ним Вступали в эти отношения И получали За это Какие-то Деньги Там И Ну Какие-то От него получали Пользы Да То есть Это не было такое Что он прям Насиловал Нападал И все То есть Люди с ним Иногда даже Встречались годами Но суд посчитал Что раз Он все-таки Использовал Свое положение В общем Суд назвал это Изнасилованием Не знаю Как Я тонкости Не буду сейчас Говорить Сейчас пишут То же самое Про какого-то Равина Не Равина Человека Который одет Как Равин И пишут Про него В газетах А люди Друг другу Передают Что он Преступник Но давайте Разберемся С точки зрения Законов Злоязычия И сплетен Можно ли Так говорить И нужно Так говорить Например Один человек Говорит другому Ты знаешь Вот этот человек Там Религиозный Не важно Там Какой-то Равин Или одетый Как религиозный Он преступник Теперь Откуда ты знаешь Ты же не видел Не видел Ты не знаешь Не знаешь И когда ты Ты называешь Религиозным Ты описываешь Только Его внешний вид Но Человек Который тебя Услышит Он первое Ну про это Он подумает Плохо Про кого ты Рассказываешь Это факт Но второе Он из-за этого Вообще Будет плохо Относиться К религиозным Людям Из-за этого Он будет Плохо Относиться К религии И к Богу И в какой-то Самый момент Он из-за того Что он не верит Бога Он сам возьмет Кого-то убьет Или изнасилует Ну Может же такое быть Может Поэтому Ни в коем случае Нельзя передавать Друг про друга Сплетни Особенно Если это касается Людей Которые Которые Религиозные То есть Нельзя это говорить Почему Потому что Здесь мы вступаем В Специальную Такую Очень сложную Сферу Сферу Вот Знаете как написано Мы учили когда-то В Мишле Притчах царя Соломона Он говорит Про Про Всевышнего Про Бога Про влиятельных людей Про царя Нельзя говорить плохо Почему Ну потому что Когда ты говоришь плохо Ты должен знать Отдача приходит Отдача всегда приходит Плюс Здесь есть еще один Очень важный аспект Который я хотел бы Вот отметить Зайти чуть-чуть С другой стороны Почему злоязычие Оно Вредит тому Кто говорит То есть То что это вредит Тому про кого говорят Это факт Теперь давайте посмотрим Как вредит Злоязычие тому Кто говорит С точки зрения Духовных законов Вот смотрите Человек например В типе Вот я в типе Сейчас да Я говорю Вот ты знаешь Вот это Как он может Вообще так поступать Он же религиозный человек Он же позорит Всевышнего Своими действиями Он же Он же Это Осквернение Имени Всевышнего Это Хилуляшем Самый страшный грех Это когда ты Оскверняешь Всевышнего Своим поведением Да То есть Из-за того Что ты религиозный И ты что-то Делаешь плохого Это называется Осквернение Имени Всевышнего Значит Один человек Говорит это Про другого И в этот момент Он забывает Что он забывает Есть очень важный Духовный закон Который звучит так Та мера Которой человек меряет Меряют ему с неба Есть такой закон Что когда Человека Судят той же мерой Которой он судит Других Получается Что тот Кто в типе Осуждает другого И говорит Что Как он может Это осквернение Имени Всевышнего Он тем самым Ставит клеймо На все свои поступки Адвокат для себя То есть Та мера Которой человек меряет Меряет ему Значит Еще раз Мы вернемся К закону Что говорить Плохо Про другого человека Можно только В одном случае Если ты Если ты Если ты Спасаешь Того Кому Ты Рассказываешь От Какого-то От Неприятности Но даже В этом случае В этом случае Нужно Десять раз Подумать Спасешь ты его Или не спасешь Или ты Навредишь ему Или Или себе Поэтому лучше Еще раз вам скажу Что лучше Про других людей Вообще Не разговаривать А о ком Лучше Разговаривать О себе Если уже Разговаривать Про других людей То лучше всего разговаривать о них, в ключе в каком? В ключе похвалы, что молодец, тут сделал хорошо, там сделал хорошо, здесь сделал хорошо. И я помню, недавно разговаривал с этим человеком про прививки, сейчас такая тема актуальна. И он говорит, да как они могут заставлять людей делать прививки, не пускать без прививки на работу? Как это можно? Это фашизм, это давление. И он прям реально, прям пеной исходил из того, что, как можно заставлять других делать прививки. А я знаю, что его папа, он работал на таком, ну, связанное с общепитом, связанное с общепитом. И папа его был очень уважаемый человек, и сын, естественно, папу любит, уважает. Я ему задал простой вопрос. А скажи, пожалуйста, твой папа мог принять кого-то на работу без санитарной книжки, в которой было написано, что человек сделал все прививки. Не мог. То есть, нельзя было принять, если человек взаимодействует с другими людьми, может их заразить, то он должен быть сам здоров, и он должен сделать прививки. То есть, и он такой, да, действительно. То есть, получается, что он ругал кого-то, но сам при этом, или он, или его отец, сделали то же самое. Хорошо, с этой темой мы закончили. Теперь мы начинаем вторую тему изучать. Вторая тема, это книга, краткая книга заповедей, в которой великий мудрец, с Хафицхаем, перечислил все повелевающие заповеди, актуальные в наше время, и на сегодня актуальные в наше время всего лишь 77 заповедей истории. Вчера мы выучили первую заповедь, которая звучит так, верить, что есть всесильный, что есть Бог, и Он создает все существующее, и за всем этим следит. Заповедь номер два. Митсваасе, повелевающая заповедь истории, Лияхет, Ашем и Дворах. Дословно переводится, повелевающая заповедь, Лияхет. Лияхет, это объединять. Сейчас мы разберемся, что значит объединять. Да. Значит, Лияхет, Ашем и Дворах, Бога, Бога благословенного. Леамин, эмунаш лыма, верить полной верой, Шиу-Эхад, что Он один, един, сейчас мы разберемся, Блишум Шитув, без какого-либо партнерства. То есть, заповедь номер два из Торы, это верить в единство Всевышнего. Верить в единство Всевышнего полной мерой, и знать, что нет у Него никакого партнерства. Как сказано в книге Дворим, как мы учили в книге Дворим, значит, и самый известный отрывок из Торы, Шма-Израэль, слушай, Израиль. Бог, Элуэйн, Бог всесильный наш, Бог один. Это значит, будут слова эти, Бог сказал, на сердце твоем. То есть, нужно знать, что Бог один. Чтобы было легкие роды сестре Светланы Шевченко, чтобы были у нее легкие роды, здоровый ребенок, здоровая мама, чтобы Бог помог ей сделать здоровые роды. Значит, мы должны верить полной верой, что Бог, Он один. Один. Зои пишет Хавецкайм дальше, это Икар Аймуна, это основа веры, верить в единство Бога. Значит, после знания первого, первичного, что есть Бог сущий, который все существующее создал, сотворил, и за ним наблюдает, нужно верить, вторая заповедь, нужно верить Баимуна Шлама, нужно верить полной верой, шиу-эхат, что Он один, пашут, пашут это Он простой, вот просто, просто один, сейчас мы узнаем, что дальше написано, бетахлит ахдут, в самой глубокой цели единства, дословно переводит, то есть, нет ничего, кроме вот одного Бога. Смотрите, вэн агуф, нету у него тела, вэло ясегу, масягэя гуф, и никакие к нему неприменимы, неприменимы никому, к нему термины тела, вэло икрыу, микры агуф, и нельзя его называть терминами тела, вэн шинило, и нету второго для него, и кроме него нету всесильного, то есть, есть только один Бог, создатель, творец, создатель мироздания, управляющий мирозданию, и нету никакого у него партнерства, никаких у него нету частей, и так далее. И кроме него нет всесильного. Имуна зу хавим ану беколь эту беколь рэга. Этой заповеди повелевающей, этой вере, мы обязаны ее соблюдать в каждое время, и в каждое мгновение, басхариму бенатевод, и мужчины, и женщины. Давайте разберемся. Значит, заповедь номер один, повелевающая заповедь, которую мы вчера учили, это верить, что есть Бог, создатель мироздания. Он, вот этот вот момент большого взрыва, вот эта вся вселенная, которая была в одной точке, что он сотворил эту точку, из этой точки начала развиваться вселенная, и вся структура мироздания, которая только существует, это все он сотворил, и он поддерживает. Понятно, это понятно, мы вчера выучили. Но теперь очень сложно понять, что он один, что все это мироздание, как я уже говорил, есть в Торе, мы называем Всевышнего разными словами, то есть мы говорим слово, например, Бог, три буквы, БОГ, что за БОГ? Бог, Бог всесильный, Господь, Творец, некоторые называют Вселенная, природа, мироздание, спасибо Вселенной, да, говорят люди, а Вселенную кто создал? То есть мы, когда используем какие-то слова, мы описываем, знаете как, вот представьте, как вообще человек начинает воспринимать мир, он видит какой-то объект, да, например, он видит какой-то объект, там, я не знаю, кошка, ему говорят, это вот этот вот комок, вот этот вот движущийся, движущийся предмет, который делает мяу-мяу, и он пушистый, он называется кошка, значит человек, он эту кошку, как бы он ее видит, и она у него отпечатывается в его, в его нейронных сетях, да, у него есть внутри, он закрывает глаза, у него этот отпечаток, он его воспринимает, у него есть образ кошки, и к образу кошки у него прилепливается слово кошка, теперь, когда я говорю слово кошка, у меня перед глазами серая, пушистая кошка, а, например, у Владимира Савельева, может быть, перед глазами, если он закроет глаза, и скажет слово кошка, у него будет рыжая, пятнистая кошка, а у Оля Иудит, у нее, когда она скажет слово кошка, у нее перед глазами появится белый котенок, например, с открытки, да, то есть, у каждого из нас слово кошка, оно соединяется с неким образом кота, которого мы видели, понятно, да, идея? теперь, дальше, человек, он видит какие-то предметы, и ему объясняют другие люди, этот предмет называется так, этот предмет называется так, дальше начинаются абстрактные понятия, очень сложные, это любовь, это добро, это хорошо, это плохо, а дальше мы заходим вообще в какую-то, совершенно такой космос, да, космос понятий, Бог, кто это, а вселенная вообще, можете себе представить вселенную, вы знаете, размеры вселенной, вот просто погуглите, размеры вселенной, сколько во вселенной, в нашей солнечной системе 100 миллиардов звезд, 100 миллиардов звезд в одной только в Млечном пути, солнечная система называется Млечный путь, нет, солнечная система, это Солнце, одна звездочка, и вокруг нее крутится, там, по-моему, 9 планет, а таких звездочек во Млечном пути в одной галактике 100 миллиардов, А Бог, а вся Вселенная, это, я не знаю, сколько там, миллионы галактик. И Бог это тот, кто все это сотворил и всем этим управляет и дает всему энергию. Когда мы говорим вообще о Боге, мы говорим о каком-то даже отблеске, даже не отблеске Всевышнего. Я вам расскажу сейчас две истории, чтобы было понятно, кто такой Бог. Чуть-чуть, чтобы было понятно. Одна история для меня, это любимая история, это Раби Атива. Раби Атива, он жил две тысячи лет назад, и один римский философ, мудрец, такой римский, он с ним беседовал и говорит, вот вы верите в какого-то Бога, которого нельзя постигнуть, Он один, Он единый, все это Он. Он говорит, я не понимаю этих всех слов. Объясни мне, кто такой Бог? Я хочу Бога увидеть. Вот я хочу Бога увидеть, мне должно быть понятно, кто такой Бог, а для этого мне надо увидеть. Я могу рассуждать и только о том, что я вижу. Раби Атива говорит, хорошо, я тебе покажу Бога, приходи завтра, значит, в 12 дня я тебе покажу Бога. Хорошо. Встречаются они в 12 дня Иерусалим, лето, солнце. В Иерусалиме 300 солнечных дней в году, летом это просто прям жара-жара. Встречаются они, и Раби Атива говорит ему, смотри, сейчас я тебе покажу Бога, смотри в центр солнца, вот 10 минут смотри в центр солнца и появится Бог. Ему этот римлянин говорит, слушай, говорит, я не могу смотреть в центр солнца, то есть у меня глаза сгорят. Это нереально просто, невозможно смотреть на солнце в полдень. Раби Атива ему говорит, ну, говорит, а если солнце это крупинка в мироздании, которое Бог создал, ты даже на солнце не можешь смотреть. Как ты хочешь вообще Бога увидеть, если ты даже маленькую песчинку в его мироздании, ты не в состоянии на нее смотреть. Написано в Торе, что нельзя увидеть Бога и остаться в живых, потому что восприятие человека, оно не выдерживает тот вообще соприкосновение с Божественным. Невозможно. То есть мы живем закрытые в рамках вот этого вот физиологического, физического восприятия. Теперь, ну, есть в Торе история, как Маше Рабейну, Маше Рабейну Моисей, он попросил у Бога, хочу увидеть твою славу. И Бог ему сказал, Бог ему сказал, стань там в расщелину и я пройду. То есть это понятно, что это не я пройду. Это, ну, такие игры восприятия. И ты увидишь мою славу. И написано, что Бог как бы прошел мимо и в преданиях говорится, что Маше Рабейну увидел задний узел тфелин. Тфелин это специально есть такая коробочка, в ней молятся. И он увидел задний угол тфелин. И что хотели мудрецы передать этой метафорой? Что мы можем не увидеть Всевышнего, а мы можем воспринимать только то, что уже было. То есть когда мы видим то мироздание, которое есть и которое было, мы не видим, что будет. Мы видим только то, что есть и было. Мы в этот момент, мы не видим Творца, мы видим Творение. Мы видим по Творению, мы видим, что есть Творец. Но самого Всевышнего мы не можем ни увидеть, ни постигнуть. И у нас есть одна возможность к нему приблизиться, это желание к нему приблизиться, молитва, благодарность, изучение Торы. И тогда мы каким-то образом мы создаем внутри предпосылки, чтобы душа, душа это как божественный свет внутри человека, чтобы вот этот вот духовный свет чуть-чуть почувствовать и через свою душу внутри почувствовать себя со Всевышним. Значит, вторая заповедь поверевающая, верить, что он один, един и нет у него никакого партнерства, что все это мироздание, это он создатель, Творец, который всем этим управляет. И все это мироздание, это его проявление, его проявление, его отражение, его выражение. И когда ты взаимодействуешь с мирозданием по законам Всевышнего, то ты внутри с ним соединяешься. Это вот отдельная вещь. Когда ты выполняешь заповедь, то через выполнение заповеди ты соединяешься с Богом. Поэтому еще раз давайте тогда вернемся, и на этом мы закончим второе наше сегодняшнее занятие. Значит, первая заповедь, верить, что есть Бог-создатель, который все сотворил мироздание. Второе, это знать, что он один, един, и все, что мы здесь видим, это все разные проявления его одного. То есть все в этом мироздании, это проявление того единого, одного Всевышнего. И когда ты это понимаешь, то ты тогда видишь, что Ваавта лиреха камоха, возлюби ближнего как себя. Потому что и я, и ближний, это проявление одного Всевышнего. Что и я, и дерево, это проявление одного Всевышнего. И я, и вода, которую я пью, это проявление одного Всевышнего. И тогда возникает внутри вот это вот соединение со Всевышним. И есть очень последнее, что я хочу закончить. Слово Эхад на иврите, да, Эхад, один, его числовое значение тринадцать. Алиф это один, Хед буква это восьмая буква, это восемь, и Д, Далит, это четвертая буква, это четыре. Значит, один плюс восемь плюс четыре равно тринадцать. И слово Аава, любовь, Аава это Алиф, это один, Эй это пять, шесть, Бет это два, восемь, и Эй это пять, тринадцать. Любовь это тоже тринадцать. Так вот, что соединяет все вокруг в одно целое, это любовь. Когда ты любишь дерево, цветок, мироздание Бога, то ты с этим соединяешься. То есть, любовь это то, что, как сказать, то, что проявляет Всевышнего во всем. Это вот очень интересная вещь. Чтобы почувствовать это единство, нужно просто включить вот это качество, которое называется любовь, и любовь все соединяет. Понятно, да? Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Значит, вот эти вот, все, что я сегодня рассказывал, но именно тексты, да, на русском, будет на портале Воикра, почитайте, поделитесь с тем-то. Очень важно делиться знанием о Боге с людьми. Все, всем удачи, успехов, пока. Субтитры создавал DimaTorzok